Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, а также объяснение, куда я поделилась на столь долгое время. Так что седлайте своих коней и поехали! Начнем мы, кстати, с того, что куда же все-таки я пропала. У меня терпение и появилась возможность отправить свой старенький добрый ноутбук не на пенсию, но на обновление. И как видите, теперь он просто летает, он не лагает, он не глючит, все прекрасно работает. Надо, кстати, посмотреть настройки, какие я ставила. Ну, может быть, на максималке потом поставлю, но пока что меня все устраивает, я даже тени хочу включить. Вот, так, и устранение контурных неровностей. Во, посмотрите, какая красота! И да, у меня уже три араба. К сожалению, я очень расстроилась, что не смогла записать это видео. Ну, сами понимаете, у кого есть возможность покупать лошадей в ССО, вы очень сильно хотите их купить. А у меня, ну, прям вообще не было возможности снимать. Поэтому покупку, к примеру, вот этого шоколадного цунами и хрустальной умницы, на которой я сейчас сижу, вы можете посмотреть в моей заросшей группе ВКонтакте. Я прикреплю в этот раз ссылку, посмотрите в описании. Там вы можете посмотреть коротенькие видео, которые я снимала через ТикТок. В ТикТоке моего канала нет, можете не искать. Просто видео я монтировала, вот эти коротенькие покупки непосредственно в ТикТоке. Да, так что там вы можете посмотреть чисто, как я покупала шоколадное цунами и хрустальную умницу. И да, повторюсь, это не последние арабы, они мне слишком сильно понравились. Я хочу их всех, абсолютно всех. Я даже начала покупку, по сути, с тех арабов, которых, ну, вообще бы не купила, наверное. Но так вышло, что захотелось, и они мне понравились. Но перейдем, я думаю, теперь непосредственно к обновлению. Если, кстати, вам интересны мои обзоры на обновления, те, что были во время моего отсутствия, то я могу снять все-таки отдельные видео о том, что было в обновлениях, что произошло. Или, допустим, все обновления, которые я пропустила, я могу их вместить в одно видео. Так что пишите комментарии, если вы хотите, чтобы я сняла обзор либо по отдельности, либо по всем обновлениям, которые были мною пропущены, я сниму видео. Если хотите отдельно, пишите «Хочу раздельно». Если хотите, чтобы было одно большое видео про всем предыдущим обновлениям, пишите «Хочу полное видео». И тогда я посмотрю, кто сколько хочет. И, ребята, без ваших комментариев я не пойму, что вы хотите. И если комментариев не будет, то я вообще не буду снимать тогда видео по предыдущим обновлениям. А что же у нас в обновлении на этот раз? Снова вернулся Гильермо Гайдеа. Это человек, кто его не знает, но я думаю, половина ССОшников у нас достаточно, почти древние люди. Этот человек приезжал раз в несколько месяцев и привозил раньше специальные гонки для специальных пород. Насколько я помню, раньше была гонка для канемара, гонка для гонаверов. И я не помню, но, по-моему, гонка для английской чистокровной, но я могу сомневаться. Но это было очень давно, и я даже удивилась, что они про него не забыли, что не про него вообще вспомнили. Итак, меня зовут Гильермо Гайдеа, я один из основателей породных гонок Лю. Если ты не знаешь Лю, это сокращение от лошадей Юрвика. Мы с друзьями создали эту небольшую организацию в честь наших прекрасных юрвинских лошадей. Мы устраиваем гонки для определенных пород и для лошадей с определенными характеристиками. Это отличный повод собраться и найти друзей среди любителей лошадей. На этот раз мы подготовили маршрут для конкура. Чтобы попробовать свои силы, тебе нужна либо халтикинская, арабская или марварская лошадь. Если ты хочешь участвовать в соревновании, поговори со мной. Или приведи друга и отметься на доске объявлений рядом со мной, чтобы начать гонку. Вот такая в этот раз сегодня гонка для марвария, халтикинцев и арабов. В этой гонке можно участвовать с арабской, марварской или халтикинской. Готовы? Вперед! Ну давайте пройдем эту гоночку конкурную. Это знаете, это не... Это наверное... Я не посмотрела, сколько опыта дается за эту гонку. Но это, по моему мнению, такой некий толчок к тому, что если у вас в конюшне стоит заброшенная ахалтикинская, марварская, или может быть вы даже купили и забросили арабы и вообще его не качаете, а купили просто потому, что захотели, чтобы он был в конюшне. Это может послужить неким толчком, чтобы начать его хотя бы качать, потому что лишний опыт никогда не бывает лишним. Вот, поэтому сейчас надо будет посмотреть, сколько опыта мы получаем за эту гонку. И если мы получаем за эту гонку 200-250 опыта, мне кажется, это ощутимый пиночек и толчучек, чтобы прокачивать своих ахалтикинских, арабских и марварских коней. Итак, мы закончили гонку. Давай же, покажи мне, покажи мне, сколько опыта дашь за гонку. Твоя лошадь просто молодец, ты можешь в любое время вернуться и попробовать снова. Только не забывай, эта гонка доступна временно. По-моему, она доступна на 3 недели. 150? Ну, 150, если только вы прям очень-очень все любите прокачивать, то да, в этом случае вам эта гонка не помешает, потому что, ну, как я сказала, про лишний опыт, который никогда не будет лишним. Так что на этом обновлении все. И, кстати, да, с обновлением мы закончили, но Старстебл выставили вот такой вот инстаграм-сторис. Те, кто подписан в группу ВКонтакте, уже давно это все видели, потому что интернет все успевает нам рассылать быстрее, чем сами разработчики. Нам выслали снова план на ближайший месяц, ну, на ближайшие 4 недели. В этом обновлении, как мы видим, нас ждали, ждала вот эта гонка Гильермо Гайдея. Следующим нас ждет возвращение Айлы и Умбры. Ребята, это же такой просто, это такой шанс. Те, кто давно знает мой канал и знают, что у меня есть сестра, названная Мишка. Вот, она была со мной в некоторых видео, мы с ней вместе записывали. И у нее, кстати, есть свой канал, да, можете тоже там туда иногда заглядывать, видосики появляются там, правда, очень редко, но они очень милые, очень такие атмосферники. Так вот, у нее как раз нету именно этих магиков, она их пропустила, представляете, как обидно. То есть, у нее есть, по-моему, абсолютно все магики, но, может быть, она купила только одного магического тинкера, но у нее абсолютно все магики, я имею в виду в плане по одной штуке. У нее все шайры, все, ну, вот абсолютно все, 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 все. Вот все магики, что я знаю, которые были доступны в игре, по-моему, у нее они все есть. И пропустила она только вот этих красавцев, потому что не уследила. Опомнились только уже в четверг, что она не успела их купить. Потом нас ждет возвращение, как я его называю, Радужного города, но он называется Радужный фестиваль. Снова будем бегать под облаками, это очень классно, я обожаю эту локацию, он просто Барбио Шестопедаса напоминает прям вообще. И в конце всего этого длинного пути нас ждет обновление Северной Поляны. Насколько я понимаю, мы увидим обновленную фирму Стива. Вот знаете, меня, вот Умбра, Умбру я жду, Айлу и Умбру я жду, наверное, только ради того, чтобы моя сестра смогла их купить, и мы смогли за нее порадоваться. Радужный фестиваль, ну да, тоже жду, но вот обновление Серебряной Поляны, обновление фирмы Стива. Я просто представляю, я не представляю, как она будет выглядеть в обновленном виде, но я представляю, сколько народу будет там кататься каждый день и присутствовать там после обновления. Ну нет, если может быть там никому не понравится, народу будет мало, но мне кажется, временное количество посещения Морланда переберется на ферму Стива, и все посещение будет там. Так что ждем, очень ждем, очень интересно, очень хотим узнать, что же там будет, что да как. Так что все, остаемся на связи и наблюдаем, что же будет на самом деле еще добавляться внутри этих обновлений, потому что чаще всего одно обновление просто так не приходит. Также, если вы ввели все коды, которые давали разработчики, то вы должны были уже собрать этот комплект. К сожалению, видео снимается уже 26 числом, поэтому, к сожалению, если вы не успели ввести коды, они, по-моему, уже не будут работать, они активны до 26 числа. Но я, кстати, очень рада, что этот комплект я собрала, нагавки не отсюда, нагавки мне не понравились. Вы собираете по кодам только верхнюю одежду, да, я, по-моему, не одела шорты и ботиночки. Сейчас я одену, так хочется вам все и сразу показать. Так, 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 ага, да, вот так вот. Вот такой вот комплект одежды вы соберете, если ввели все абсолютно коды. Мне все нравится в этом комплекте, кроме, если честно, розовых носков. Мне как-то розовые носки, розовые очки в этом комплекте не особо нравятся. Также я скупила амуницию из магазина для лошади. Нагавки, по-моему, с какого-то фестиваля Пасхи у меня. Они сюда, по моему мнению, тоже идеально вписываются, в отличие от тех нагавок, которые похожи на эти же кроссовки. И когда я увидела этот комплект, я сразу поняла, что хочу его одеть именно на этого авраба. И знаете, вот не жалею, очень классно, безумно-безумно нравится. Да, так что все, пожалуй, на этом действительно надо заканчивать. Я все вам рассказала, всем поделилась. Если будут какие-то интересующие вас вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментарии, я постараюсь ответить каждому. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео, которые теперь будут выходить, я думаю, каждую неделю. Пока-пока!